От практики к теории. Сразу после субботника во дворах первый заместитель главы администрации городского округа Щелкова Наталья Тамбова пригласила обсудить проблемные вопросы жилищно-коммунальной сферы тех, для кого это не праздное любопытство – активистов советов многоквартирных домов. Их обращения теперь поступают в специально созданную группу в одном из мессенджеров. И большинство, как выяснилось, касается стартовавшей 1 января мусорной реформы, а именно содержания контейнерных площадок. С приходом регионального оператора Хартия некоторые вопросы вывоза отходов наладились. Появились новые контейнеры для раздельного сбора. Но актуализировалась тема, кто должен убирать мусор вокруг контейнеров. Раньше управляющие компании имели на это определенные средства, заложенные в тариф. Дворники приводили площадки в порядок. Теперь этой функции у них нет. Регоператор собирает все платежи и ни с кем не делится. Получается, тариф повысился, а качество услуги ухудшилось. Пришли вы и говорите, ребята, теперь давайте так. Вы, как управляющая компания, нужны мне только для того, чтобы деньги получать, а никаких расчетов для того, чтобы мусор убирать, с вами производить мы не будем. Здесь ваша другая сторона. Это ваша зона ответственности или зона ответственности муниципалитета. Ну, странная позиция. Все деньги у вас, а ответственность остается на нас. Представитель Хартий принял претензии, но только за нарушение графика вывоза отходов, в результате чего площадки бывают переполнены. Действительно, если мы вывозим реже, чем раз в сутки, действительно такое получается, что житель ставит рядом с контейнером площадки мусора. То есть с контейнером. Да, это обязаны мы забирать, если действительно мы... Это уже нарушение графика идет. Реже, чем в сутки раз. Я не отрицаю. Должны. Работаем. Давайте, фиксируйте. Безусловно, соблюдение графика частично решит проблему перенаполнения контейнерных площадок, но не снимет ее. От попыток договориться муниципалитет и региональный оператор не отказываются. Администрация обязуется взять площадки на баланс, но и Хартия должна выполнить ряд условий. Нам точно нужен договор с Хартией администрации для того, чтобы мы в дальнейшем могли штрафные санкции за несвоевременный вывоз мусора направлять на них. Мы говорим о том, что содержание, соответственно, покраска, да, вот общее содержание должно быть закреплено за администрациями после кадастрирования площадок. К следующему собранию Наталья Тамбова пообещала проанализировать затраты на кадастрирование контейнерных площадок и возможность предусмотреть какие-то мероприятия уже в этом году. Она особо отметила, что в дальнейшем содержание площадок и пользование ими должно быть строго совместно с Хартией и не являться ответственностью исключительно муниципального бюджета. На собрании с председателями Советов МКД также обсудили вопросы благоустройства и содержания дворовых территорий. Наталья Тамбова рассказала, что в этом году в городском округе намечено благоустроить 40 дворов, а со следующего предполагается комплексный подход к этой работе. К благоустройству двора будут привязаны и ремонт подъездов, и внутри дворовых проездов. Собравшиеся также озвучили ряд вопросов, не запланированных к обсуждению заранее. Представители служб ЖКХ благоустройства и экологии взяли их в работу. Подобные встречи с председателем Советов многоквартирных домов и просто активными жителями по обсуждению актуальных жилищно-коммунальных вопросов, первую замглавы администрации Наталья Тамбова намерена проводить два раза в месяц. Следующая уже запланирована через две недели на конец апреля. Ирина Микедова, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково».